Бхопольская катастрофа Но всякая жизнь здесь кончилась Предсказать такое событие не мог никто С вами Военная Техника 2 И мы вновь отвечаем на главный вопрос о том Как это было на самом деле Друзья, 30 секунд полезной рекламы Хотим порекомендовать канал Байки про роботов Довольно интересная тема Так как мы тоже немного связаны с технологиями Рекомендация из первых уст Два видео особо мне понравилось Это первое видео про нейросети Про блокировку телеграм Как ничего не выходит С чем это связано Второе видео про роботов в космосе Интересная тематика Каких роботов туда отправляют Для чего, с каким умыслом Какая у них задача Поддержите их Своим лайком и подпиской Возвращаемся к видео В результате реакции 42 тоннами метилового эфира Из-за циановой кислоты Температура и давление поднялись настолько Что в воздух начало входить Огромное количество газа С содержанием метилового эфира Фазгена Цианистого водорода И других химикатов Ядовитое облако прошлось По соседним территориям Местные жители просыпались От чувства жара в горле и глазах В итоге лишь в первые часы и дни Погибло около 4 тысяч человек Ученые считают Что за 30 лет Прошедших после катастрофы Умерли еще 15 тысяч человек В результате заболеваний Полученных от аварии А многие дети родились инвалидами Или имели врожденные заболевания Жители города Мхопл До сих пор продолжают страдать От последствий тихтогенной катастрофы Активисты призывают власти Очистить территорию завода от химикатов Правозащитники утверждают Что тысячи тонн опасных отходов Остаются погребенными под землей Ответственность за очистку местности Взяло на себя местное правительство Причиной аварии Послужило попадание воды В один из резервуаров Содержащий 41 тонну Полученного метилизационата Сокрещенно МИЦ В результате чего Началась реакция МИЦ с водой С образованием монометиламина И диоксида углерода Что привело 3 декабря В 0.00 часов и 15 минут К срабатываниями предохранительного клапана И утечке через него 30-35 тонн содержимого резервуара Следует отметить Что система защиты Установленная на аварийном резервуаре Не сработали Система охлаждения резервуара Была отключена Система контроля и оповещения О повышении температуры В резервуаре оказалась На момент аварии Демонтированной Не справился со своими задачами Скрубер Ибо он был рассчитан На абсорбацию Небольших количеств МИЦ Более того Нет точных данных Что он находился В рабочем состоянии В момент аварии В нерабочем состоянии Было и факельное устройство Которое должно было Окислять, сжечь МИЦ До безопасных газообразных веществ Несильный ветер Со скоростью 5 км в час Понес вырвавшиеся Из резервуара пары В юго-восточном направлении От завода Из-за прохладной погоды Облако паров Не поднялось вверх А стелилось по земле В результате Смертоносное облако Толщиной до 5 метров Накрыло городские районы Площадью 40 квадратных километров Авария привела К огромным потерям По неуточненным данным Погибло более 2000 человек И пострадало более 200 тысяч человек Это самая крупная катастрофа За все время развития Химической промышленности Причиной столь больших потерь Послужили высокая токсичность Метеллизационата Он вызывает быстрый отек легких Воздействует на глаза Желудок, печень и кожу Время аварии ночь Когда окрестное население Находилось в постелях Многие умерли не проснувшись Те, кто выжил, шатаясь Выбирались из своих жилищ Ослепшие С приступом жесткого удушья Перенаселенность окрестностей Предприятия Низкое качество Городской застройки Трущобы В помещения которых Легко проникал газ Недостаток медикаментов И медицинских учреждений И неподготовленность Последних На случай большой утечки Метеллизационата Неподготовленность населения К действиям В случае аварии Во время аварии Для защиты органов дыхания Некоторые люди Использовали мокрые тряпки Что оказалось Достаточно эффективным К сожалению Не все догадались Применять даже Такое примитивное Средство защиты На железнодорожном вокзале Города Бхопл Расположенном В двух километрах От химического завода Погибли все служащие Находившиеся на дежурстве В ту роковой ночь Погибли и люди Ожидавшие поезда Тысячи жителей города Поспешно покидали Свои жилища Накрытые облаком Паров МИЦ Они страдали От острого сжения в глазах Неудержимого кашля И приступов рвоты Но лишь к трём часам утра Тогда токсичное облако Уже скрылось Была организована Первая медицинская помощь Все местные больницы Были переполнены Пострадавшими А медицинский персонал Не знал причину отравления И не имел понятия Как лечить людей Лечение пострадавших Было осложнено Тем обстоятельством Что анализ крови Пострадавших Показал высокий уровень Содержания цианида В крови По мнению местных врачей Правильным лечением В данном случае Было применение Теосульфата натрия Который используется В качестве Средства первой помощи При отравлениях Циановодородом Зарубежные газеты Обвинили администрацию Предприятия В том, что она Не смогла вовремя Предупредить население Об опасности Организовать взаимодействие С местными властями Ответственными За действия В чрезвычайных ситуациях На химическом заводе В городе Пхополе И раньше случались Чрезвычайные ситуации Обусловленные Утечкой фазгена И МИЦ Которые представляли Серьезную опасность Для окружающего населения В 1981 году Неоднократно имели Место аварии В том числе Сопровождаемой Отравлением людей Со смертельным исходом Однако Меры по совершенствованию Защиты персонала Завода и населения Проживавшего вблизи него Руководством Компании Union Carbite Не принимались Администрация Завода Скрывала информацию О вредном воздействии МИЦ На здоровье людей Своевременно Не оповестил население О выбросе МИЦ При аварии Не имело плана Эвакуации В случае аварии Индийские власти Предприняли Энергичные меры Для ликвидации Последствий катастрофы И оказания помощи Пострадавшим В Хополе Были немедленно Переброшены Армейские подразделения Для обеспечения Порядка и безопасности Поиска отравленных И умерших в домах На улицах И в окрестностях города Прибыли Специальные бригады Медиков и специалистов По охране окружающей среды Стали доставляться Медикаменты Баллонов с кислородом Для спасения Попавших под ядовитый туман Под больницы Спешно начали Переоборудоваться школы Строятся палаточные городки В которых размещались Бежавшие из зараженной зоны люди Тогдашний премьер-министр Индии Раджи В Ганде Прервал предвыборное Турне по стране Немедленно приехал В Бхопол Он распорядился Выделить необходимые средства Для оказания помощи Жертвам Массового отравления Семьям погибших Потерявших кормильцев По призыву о помощи С которым выступил По радио Главный министр штата Мадхия Прадеш Аржун Синг Со всех концов Страны индийцы Стали посылать Многострадальный город Одежду Лекарства Продовольствия И деньги В результате Этой катастрофы Пострадали не только люди Был нанесен Невосполнимый урон Окружающей природе Поля и дороги Были усыпаны Погибшими животными Не выстрелили Даже великаны-буйволы Специалисты-аграрники По сообщению Калькутской газеты Амрита Базарпатрика Считали, что Токсичным газом Был полностью уничтожен Урожай в радиусе 100 миль Это на километры 167 Долгое время Пораженная земля Оставалась бесплодной Были предприняты меры По переработке Оставшегося в аварийном Резервуаре МИЦ Пестициды Чтобы полностью Исключить вероятность Утечки его в атмосферу Над заводом И вокруг него Создали водный экран Три самолета И пять вертолетов Непрерывно распыляли Воду над зараженной территорией Район завода Оцепила полиция И войска В городе закрылись Магазины Учебные заведения И учреждения Население Из ближайших кварталов Эвакуировали В безопасные места Специально созданы Палаточные городки Впоследствии Остатки аварийного Химического опасного вещества Были уничтожены Несмотря на то Что метилизационат Одно из самых Высокотоксичных веществ Применяемых в промышленности Опубликованных данных По его токсичности До аварии В городе Бхополе Было очень мало Та информация Которая была опубликована Однозначно показала Что он более токсичен Чем хлор Фазген И цианводород Авария Бхополе Была самой тяжелой За всю историю Развития промышленности Причина аварии Связана с ошибкой Заложенной в проекте В единичной емкости Хранилось очень большое Количество Высокотоксичного вещества Кроме того Администрация предприятия Не поддерживала В рабочем состоянии Все имеющиеся системы Обеспечения безопасности При работе с МИЦ Тяжелое экономическое Положение предприятия Также являлось Одной из причин аварии Поскольку из этого Были отключены Системы защиты На заводе Использовалась Устаревшая технология От которой отказались Промышленно развитые страны В частности На производстве Применялись в качестве Сырья Ядовитые газы Которые хранились В трех подземных Цистернах Емкостью 400 тонн Каждая Они находились В непосредственной Близости от города Пхопола Во избежание Несчастных случаев Аналогичные предприятия Действующие в западных Странах Не прибегали К хранению Ядовитого газа А полностью Перерабатывали его Между тем У компании Union Carbite Имелся такой же завод И в США В штате Западная Виргиния Однако Оба предприятия При этом сходстве Имели и серьезные различия В системе обеспечения Безопасности Западный Виргинский завод Был оборудован Компьютерной системой Раннего оповещения О всех отклонениях От нормы Системами чрезвычайного Отвода газа В случае утечки Автоматически регулируемыми Клапанами И иными приспособлениями Ничего подобного На Пхопольском заводе Не было Мало того Уже после трагедии Выяснилось Что на предприятии В Индии В отличие от заводов В Соединенных Штатах На панели управления Отсутствовал индикатор Утечки газа Его даже не запроектировали Количество операторов Было сокращено До пяти человек Служба наблюдения За техническим состоянием Оборудования Насчитывала всего Два работника В 1981 году То есть за год с лишним До катастрофы Эксперты корпорации Вскрыли на своем Индийском предприятии До десятка серьезных Технических неполадок Связанных с состоянием Оборудования И обеспечением Безопасности производства Но они не были учтены Полностью бездействовал Служба контроля Безопасности производства Которая не отреагировала На отключение Системы охлаждения Резервуара И допустила испарение В течение 24 часов Не поднимая тревоги И не предупреждая власти План спасательных работ Отсутствовал Никаких предписаний Относительно эвакуации Населения В случае крупной аварии Не было А с вами была Военная техника 2 Всего вам доброго Не забудьте подписаться Увидимся В следующем выпуске На канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok